Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, все чаще обозначены. Славянский излом Славянский излом. Кем на самом деле были наши древние предки? Петрусский это древнеславянские племена, которые пришли в Европу с территории современной России. История Руси. Кто и зачем ее подчищал и переписывал? Принято считать, что славяне до крещения Руси были дикие, непросвещенные, ну не имели письменности. Сибирский ковчег. Почему пророки предсказывают, что США и Европа погибнут? Климат и в Штатах, и в Европе сильно изменится. Там наступит похолодание, при котором возможно и проживание на этой территории будет невозможно. И только Россия сможет спасти от гибели мир. Расследование России будет продолжаться в период после... с 13-го года до 25-й год. Принято считать, что мы, русские, нация довольно молодая. В самом деле, 4 тысячи лет назад уже были построены египетские пирамиды. К Рождеству Христову древние римляне уже успели опуститься на дно роскоши и даже разврата. А у наших предков толком еще ничего и не начиналось. Ни государства, ни культуры, ни письменности. Более того, если верить учебникам, то почти до 9-го века древние славяне – это не более чем дикие пещерные племена. Историки решили проверить, так ли это на самом деле, и выяснилось невероятное. Оказывается, что русская каноническая история, написанная, как известно, немцами и поляками еще в 19-м веке, далеко не во всем соответствует древней действительности. Например, как быть с недавно обнаруженным славянским календарем, согласно которому, сегодня на дворе 8-е тысячелетие. То есть получается, что древний русский календарь как минимум на 4 тысячи лет старше пресловутых пирамид Хеопса. Последние археологические находки доказывают, что о наших предках-славянах хорошо знали путешественники и правители Средиземноморья еще задолго до рождения Христа. Но и это еще не все. Сенсационная новость недавно пришла из Италии. Археологам удалось отыскать мифические подземные пирамиды, которые построили этруски, древний народ, проживавших на итальянских землях задолго до римлян. Так вот, сенсация заключается в том, что некоторые историки сегодня всерьез утверждают, знаменитые этруски – это прямые родственники наших древнерусских племен. В современной археологии это пока не признанная теория, но многие факты и находки действительно навозят на мысль, что этруски – это древнеславянские племена, которые пришли в Европу с территории современной России. Посмотрите внимательно на эти кадры. Вот так выглядят подземные пирамиды, которым около трех тысяч лет. Удивительно, но эти пирамиды в буквальном смысле этого слова высечены в скале. Удивительные подземные пирамиды археологи обнаружили вот здесь, на юго-западе Италии, в провинции Умбрия. Город Арвиэта, где обнаружили загадочные сооружения, стоит на холме, а под ним еще один город, только подземный. Считается, что первыми жителями этого подземного города были этруски – загадочный древний народ, населявший Апеннинский полуостров в первом веке до нашей эры. Именно они создали высокоразвитую цивилизацию, предшествовавшую Римской империей. Удивительно, но этруски, жившие в первые века до нашей эры, по уровню развития намного превосходили другие народы. Римляне позаимствовали у этрусков инженерное искусство, умение строить города и дороги, гладиаторские бои-цифры и даже водопровод. Все это придумали не римляне, а именно этруски. Надо сказать, что в истории этрусков есть одна загадка. Историческая родина. Откуда на древнюю землю Рима, когда римская волчица, вскормившая Ромула и Рема, еще и не родилась, пришел этот древний народ? Профессор Валерий Чудинов более 20 лет изучает историю этрусков. Именно он и стал автором сенсационной гипотезы о том, что у древнейшей цивилизации планеты, оказывается, могут быть русские корни. Согласно этой гипотезе, этруски пришли в Италию с территорий, на которой позже и появилась Древняя Русь. А в качестве доказательства ученые приводят надписи, обнаруженные в этруских городах. Невероятно, но это до боли знакомая нам кириллица. В этот период, то есть это где-нибудь, может быть, век шестой, но нашей эры, может быть, восьмой, два племени, ну, если их можно назвать племена, это кривичи, то есть это смоляне, и это палачане, то есть жители города Полоцк. Они тогда говорили не на современном языке, и не на том языке, который мы привыкли читать, скажем, в киевских рукописях, а как бы на раннем белорусском языке, со звончениями, там, с украдким и так далее. И вот этот народ пошел в Северную Италию. Поразительно, но о том, что этруски – это древние славянские племена, первыми заговорили сами итальянцы. Еще в 19 веке итальянский ученый Себастьян Чампи написал об этом большой научный трот. Многие исследователи ему не поверили и заявили, что его теория – полная чушь. А ведь этрусский язык действительно странный. Филологи называли его загадкой всех загадок. Вот посмотрите, пример одной из фраз этого языка. Эта фраза выгравирована на золотой пластинке, которую обнаружили в одном из тоннелей подземных пирамид. Буквы хорошо видны, и их можно прочесть. Но общий смысл текста ученые пока не могут разгадать. Профессор Чудинов придерживается теории слогового письма, где один знак – слог или целое слово. Он уверен, дешифровать этрускую письменность можно, если применять славянские буквы. Допустим, написано слово, которое этрускологи читают – «авил», а я читаю – «ачил». И когда на надгробе написано «ачил», вы меня извините, это написано «почил». Но в аквующем произношении не «почил», как бы мы написали, а как бы белорусы написали «почил». Вот. Поэтому тогда все стало на свои места. Все стало читаться. Сегодня для официальной науки и письменности происхождение этрусков по-прежнему загадка. Однако многие независимые исследователи уверены, что этот древний народ пришел с территорий, на которых позже появилась Древняя Русь, причем с северных территорий. Мало того, они уверены, что до переселения на Апенины этот народ назывался гиперборейцами. Много лет специалисты Русского географического общества пытались найти следы, которые оставила эта древняя цивилизация Севера. И недавно это им удалось. В Хибинском хребте у горы Юдычи-фун-Чор на самой высокой точке Кольского полуострова они обнаружили древнее святилище. Его назвали святилищем Аполлона, ведь в центре комплекса находился прекрасно сохранившийся древний культовый камень Амфал. Согласно древнегреческим легендам, этот камень символизирует центр земли. Причем этот камень по форме удивительно напоминает Амфал, находящийся в храме Аполлона в Дельфах. Возможно, что подобные фаллические камни, олицетворявшие какой-то символ, символ плодородия, еще чего-нибудь, что не существовали не только в Древней Греции. Скорее всего, древние культы камней пришли в Грецию, а затем и в Европу из Гипербореи. Да и святилища строились в Греции по гиперборейскому образцу. Если следовать тому, что писали древние греки, в частности, тот же Павсаний, который упоминает, что храм Аполлона в Дельфах был воздвигнут по прямому указанию Аполлона, причем не местными жителями, а специально пришедшими с севера гиперборейскими жрецами, старшего из которых звали Олен, то можно вот преследить такую некую аналогию. Загадочные лабиринты холодных морей. Зачем славянские племена строили уникальные архитектурные комплексы? Что-то происходило, как будто некий обмен информацией. Переписанная история. Кем на самом деле был Чингисхан? Чингисхан был голубоглазым блондином. И очень искренне удивлялся, когда один из внуков его родился черноглазым. Как Атилла уничтожил Римскую империю? И почему сегодня считается, что он был не кочевником, а русским князем? Это было государство не только гуннское, но и славянское, конечно же. Государство Атиллы. И Атиллу называли отцом своим и славяне. Версия о том, что именно древние славяне создавали эту русскую цивилизацию, от которой и пошел Рим, конечно, ласкает слух, но звучит не более чем фантастика. Однако так ли уж фантастична эта версия? Недавно сотрудники русского географического общества обнаружили странную находку, которая вполне может оказаться еще одним косвенным доказательством. Дело в том, что на островах Белого моря они наткнулись на древние подземные лабиринты, и они оказались, как две капли воды, похожи на лабиринты, которые описывали еще древнегреческие писатели. Есть упоминание в древних летописях, что самые ранние изначальные святилища на территории древней Греции, Византии, назывались лабра. Вот смотрите, русское слово лавра, да? Это святилище, окруженное камнем, либо сооруженное из камня. То есть лабиринт – это дальнейшее развитие вот этого вот значения, только и всего. О назначении северных лабиринтов известно очень мало. Есть сотни легенд, которые приписывают лабиринтам магические свойства. Это календари, священные родовые знаки, порталы в потусторонние миры. В 2010 году ученые исследовали лабиринт на острове Олешин и выдвинули любопытную гипотезу, согласно которой с помощью лабиринтов гиперборейцы могли подключаться к единому информационному полю Земли и получать информацию о прошлом или будущем. До своего вхождения на территорию, скажем, святилища у человека был просто такой обычный фон, ну, как бы информационный, да, или эмоциональный. А вот после того, как он находился, ну, входил туда, попадал туда, процесс как бы резко усиливался. То есть что-то происходило, как будто некий обмен информацией. Если древняя раса гиперборейцев и в самом деле жила на островах Белого моря, то возникает вопрос, как? Ведь там очень суровый климат. Специалисты-геоморфологи утверждают, несколько тысячелетий назад на Кольском полуострове и островах Белого моря было очень тепло. Мало того, на приполярных шельфах Северного полюса существовали аномально теплые области, где на протяжении нескольких тысячелетий вполне могла развиваться древняя цивилизация. В общем, в Голоцине 5-6 тысяч лет назад было гораздо теплее. Например, на широте Санкт-Петербурга росли широколиственные леса. Следовательно, было продвижение природных зон к северу, и здесь было теплее. В Голоцине были периоды потепления климата, и, возможно, именно в это время здесь были какие-то древние цивилизации. Почему же развитым гиперборейцам пришлось переселяться с берегов Северного моря? Что их заставило уйти? Сегодня ученые нашли ответ на этот вопрос. Несколько тысячелетий назад в результате всемирного потопа эти земли были уничтожены, и жители этой древней гипербореи расселились по планете. Ну, мне, например, пришлось еще на заре юности, когда первые мои экспедиции были по Сибири, встретить вымирающее племя. И вот они мне показали камень, заветный камень. Он небольшой, ну, наверное, с две ладони примерно. И там, значит, было очертание какой-то земли. Я сразу обратил внимание, что-то знакомое, но сразу не смог понять, что это такое. И вот старший у них, там такой Иван, он говорит, это вот старики оставили описание, наша земля, откуда много тысяч лет назад мы вышли. Наша прародина. Удивительно. Но потомками древних гиперборейцев, расселившихся по планете, некоторые исследователи считают гуна. Дикое племя азиатских кочевников. Полторы тысячи лет назад они возникли неоткуда и также загадочно исчезли, пройдя по Евразии стремительным вихрем. Невероятным образом гунны создали одну из мощнейших империй в истории человечества, сплотив разные народы. Как удалось это сделать варварам? Они смогли собрать под единым управлением огромную массу людей. И именно в этом их успех. То есть они научились управлять разными в генетическом плане и племенами. Современники считали, гунны не умеют говорить и даже ходить, потому что всю жизнь проводят в седле и даже спят верхом на лошади. Но так утверждали те, кто никогда их не встречал. Если они такие там голые, грязные и там живущие, где попало, каким же образом они создали очень мощные государства, которые объединили десятки народов в разных частях света. Это и на Дальнем Востоке у них были государства и в Сибири, и на Нижней Волге, и в Европе. Они поражали современников своими и благородными нравами, и демократией, которая у них царила. А вот что писал византийский посол Приспонтийский. В 449 году, как известно, он отправился к гуннскому царю Атилле на переговоры о размерах римской Дании. Дипломат, как написано в его воспоминаниях, был уверен, что увидит шатры из конской кожи и немытых всадников. Но столица гуннов поразила его. Город находился через три реки к северо-востоку от Дуная и был выстроен из дерева. Царский дворец с резными ставнями возвышался на горе. Гостей встречали хлебом, солью, медом и квасом. А девушки в длинных платьях водили хороводы, празднуя прибытие гостей. А теперь скажите, вам это ничего не напоминает? Встречали его хороводы девушек, которые выстроились в ряд с покрывалами наброшенными белыми, держа на подносах питье и кушанье. Ну, близкие обряды совершенно славянские, не чуждые, да? Согласно летописям, Атилла родился на Волге, а основал его прадед Атиллы, царь Баламбер. Но если читать эти имена в другой транскрипции, то получается, что Баламбер – это Владимир. Брата Атиллы звали Блед, в других источниках – Влад. А в древнеболгарской летописи и вовсе написано, что настоящее имя самого Атиллы – Мстислав. Так что же получается? Действительно, Атилла – первый князь русский. Это было государство не только гуннское, но и славянское, конечно же. Государство Атиллы. И Атиллу называли отцом своим и славяне. Атилла возглавил гунов в 443 году и начал стремительно расширять свои владения. Где-то огнем и мечом, где-то политическими браками. Легенды гласят, у Атиллы было 300 жен и тысячи детей. Еще будучи принцем, он взял в жены несколько гуннских принцесс, узаконив свои права на их земли. И далее, обладев каждой новой территорией, Атилла брал в жены наследницу рода. Он любил играть свадьбы, отдать дочь за самого царя царей, стремились аристократы многих европейских стран. Странно для главаря-варвара, не так ли? Вряд ли дочерей знати отдали бы в голые степные просторы. Римские историки, которые часто и в глаза Атиллу не видели, описывают его так. Маленькие глаза, приплюснутый нос, жидкая седая борода и вообще отвратительный дикарь. Разумеется, к тому моменту император Гунов был не молод. Но внешне повелитель мнимых кочевников был далеко не азиат. Он, если генетически был неславянином, то все славянское, праславянское, праславянское, было для него не чуждым. Летописцы свидетельствуют. Люди Атиллы были в основном со светлыми волосами и голубыми глазами. Империя Гунов простиралась от Венгрии до Китая. И эти данные могут объяснить таинственную находку археологов в пустыне Гоби. 50 лет назад здесь были обнаружены усыпальницы китайских аристократов. Время 4-5 век. Расцвет империи Гунов. Мумии сохранились так хорошо, что виден цвет кожи и волос. Эти женщины имели европейскую внешность. Это нормально. Ведь тот же самый Чингисхан был голубоглазым блондином. И очень искренне удивлялся, когда один из внуков его родился черноглазым. Нам об этом обычно не говорят, ведь правда ведь? Я как-то была потрясена, читая алтайский эпос «Молодая кора», где описывается богатырь, родоначальник этих алтайских народов, и говорится «В густом урмане бороды лицо белее серебра, глаза две синие звезды, нижними нос прямей горы». Византийский дипломат Прииск Панийский называет народ Атилы «унны». Это слово славянского происхождения. Еще в повести временных лет встречается выражение «уны», то есть «юны», «молодые». Именно так называлась дружина молодых воинов, младших сыновей, которые за неимением наследства отправились в чужие земли за лучшей долей. Между русами и между гунами, между русами, славянами и унами нет никакой разницы. То есть это разные названия одного и того же. Другие источники скандинавские легенды описывают войны с уннами и русами, которые были постоянными союзниками. Унны проживали там, где сегодня расположена Архангельская область. Об этом говорят и географические названия. Это две реки Унны, озеро Унно, Уннский залив, Уннская Губа. Судя по всему, из славянских племен было два наиболее сильнейших. Это русы и Унны, как наиболее древние. Но может быть по дальнейшим исследованиям и окажется, что русы и Унны составляют одно и то же племя, и что название Унны есть так же нарицательное, как и название славяне, то есть славное. На каком языке говорили Гунны неизвестно. Считается, у них не было своей письменности. На самом деле историки не уверены, какие древние тексты можно назвать гуннскими. Но летопись о погребении Аттилы содержит сенсационные данные. Возможно, это самый древний славянский документ. Мы встречаем первые славянские слова. То есть вот записаны славянские слова, первые как раз-таки в рассказе о гибели Аттилы и о его погребении, когда была опущена река на месте этого погребения и был устроен пир, который назван страва. Это славянское слово. И на этом перу представители вот этой разношерстной орды пили напиток. Ну, сразу понятно, что напиток этот медос. Это все понятно, из чего он был сделан. И, кстати, это тоже славянское слово. Великий пророк. Почему Нострадамуса так волновала судьба далекой России? Десятки Катренов, Четверостишей, в нескольких центуриях его посвящены, посвящены именно России. Код судьбы. Кто станет нашим следующим президентом? По моим расчетам вот преемник, который сейчас придет, он пробудет где-то около двух лет. И почему новый избранник народа покорит не только Россию, но и весь мир? Это будет белый всадник, который в течение десяти лет, с которым в течение десяти лет будет связана совершенно уникальные победы нашей страны. мы привыкли думать, будто в те далекие времена на территории современной России жили только полудикие разрозненные племена, а получается картина совсем неожиданная. Новые данные переворачивают всю древнюю историю человечества. Принято считать, что славяне до крещения Руси были дикие, непросвещенные, не имели письменности, и будучи в таком диком состоянии, вихрем носились по миру, были подвержены самым разным влиянием самых разных народов, а на самом деле никто не обращает внимания на удивительный феномен. Когда славяне, живя на своей территории, занимая землю оседла, то есть как земледельцы в своих домах, в своих городах страну Русь называли скандинавой Гардарикией, то есть страной городов. Некоторые историки идут еще дальше. Они предполагают, империя Атилы несла особую миссию, мировоззрение, основанное на этике и морали. Эта власть над умами людей оказалась сильнее меча, а Рим больше не мог терпеть конкурентов. Обычно славяне несли уже в дописьменную эпоху, дохристианскую эпоху, несли определенный моральный кодекс. Наши современные слова, такие как совесть, душа, такие как рай, даже кресты воскресения и даже молитва имеют языческую дохристианскую основу, языческое происхождение. То есть они существовали по крайней мере тысячу лет до принятия христианства славянами. И вот эти представления, и прежде всего представления о нравственности, о чести, о совести, они, я думаю, усваивались другими народами. Гуннское войско дошло до Дуная и остановилось в Венгрии. Здесь умер Атила, и отсюда начался крах его империи. Этот таинственный народ пробыл в Европе всего около 70 лет. Мизерный срок по меркам истории. Однако за это время была перекроена политическая карта мира. А военная элита гунов во главе с Атилой успела породниться почти со всей европейской знатью. Они стремятся вступить в брак с принцессами и царевнами тех народов, через которые они проходят. Корона венгерских королей до сих пор хранит одну древнюю загадку. С давних времен именно она, а не король, являлась источником власти в Венгерском королевстве. Ее много раз похищали, зарывали в землю, теряли и снова находили. Эта регалия сделана в 1000 году и была возложена Папой Римским Сильвестром Вторым на голову венгерского короля святого Иштвана. Крест на короне скошен, и это не случайно. Угол составляет ровно 23,5 градуса. Это величина наклона земной оси к экватору планеты. Откуда в 11 веке люди могли это знать? И означает ли это, что создатели короны, потомки гуннов, хранили тайные знания древней высокоразвитой цивилизации? Возможно, Гиперборея. Еще с античных времен мыслители пришли к выводу, история развивается по спирали, а значит, участь погибшей Гипербореи должна постигнуть и нас. Интересно, но об этом говорил и Нострадамус. Самый зловещий пророк Средневековья пообещал миру невероятное количество несчастий. Однако его предсказания весьма неконкретны. Вот уже пятое столетие энтузиасты бьются в надежде разгадать, где и когда произойдут описанные беды. А общий смысл изречения подчас скрывается за обилием неизвестных имен и образов. Большой блок относится к так называемым последним временам, то, что связано с Антихристом, с финальной битвой добра и зла, Армагеддон. Сразу скажу, что там есть косвенная датировка самим Нострадамусом. Речь идет о 2242 году. Это ближе к середине 23 века. Опять же, здесь ничего нового Нострадамус не сказал. Середина 23 века это Большая Суббота, Великая Суббота у евреев. Это дата, за пределами которой они даже не рассчитывают пасхали. Это крайний срок пришествии Мессии у евреев. Поразительно, но в 16 веке Нострадамус использовал в своей работе приемы высшей математики, знания атомной физики и глубинных процессов планеты. Его творчество сложно. Поэтому знаменитый Катрен, благодаря которому все ждали конца света в 1999 году, нельзя понимать буквально. В году 1999 и 7 месяцев великий князь ужаса прибудет с неба. Он возвратит великого короля, ангел мой. До и после Марс счастливо правит. Ну, знаменитый его Катрен, 1999 год. В моем, скажем, анализе это предсказание начала нового длительного кризисного периода. Ну, что такое кризис? Да, неспроста в китайском языке. Он состоит из двух иероглифов, один из которых опасность, другой возможность. Мало кто знает, но довольно значительную часть своих предсказаний французский ученый Нострадамус посвятил почему-то далекой России. Называет он ее по-разному. Страна северного ветра Аквилон или Тартария. Толкователи Нострадамуса утверждают, России в 21 веке суждено сыграть решающую роль в мировых событиях. Некоторые эксперты даже выводят дату 2025 год. Очень много предсказаний о России у Нострадамуса. Целые десятки Катренов четверостишей в нескольких центуриях его посвящены именно России. Это были конкретные предсказания успешного завершения Сталинградской битвы или первого полета советского человека в космос. Вот такие вещи. Немножко обтекаемые, но достаточно точные, чтобы понять, о чем идет речь. В знаменитом документе, открытом письме к королю Генриху Второму, есть большой пассаж стране Аквилон, которую нужно бояться, ибо она будет главной на мировой арене. Причем ее сила не в военной силе, а в духовной. Нострадамус говорит, что Россия поможет Европе одержать верх в некой религиозной войне, после чего мир уже никогда не будет прежним. Из него следует, что один из правителей Севера спасет Западную Европу во время Великой войны, Великого Вторжения и даже восстановит римского Папу на престоле, после того, как он будет свергнут в ходе, очевидно, эсхатологических каких-то сражений. Об удивительной судьбе России говорил и другой пророк. Василий Немчин, человек, документальных свидетельств жизни которого найти не удалось. Только старинная приписка на рукописи монаха Максима Грека, в которой объясняется, что Василий Немчин есть никто иной, как Николай Булев, врач Василия Второго. И рукописная книга, датированная 17 веком, но написанная в стиле конца 14-го, начала 15-го. По слухам, впервые о рукописи заговорили в период заключения царской семьи в Тобольске. Книгу якобы нашли в царских вещах солдаты, охранявшие дом. Потом следы ее теряются на долгие десятилетия. И только в 1989 году ее найдут в Полоцком монастырском архиве. Предсказания, содержащиеся там, поражают своей точностью. После Мишки Меченова придет великан, который неожиданно уйдет в лабиринт. По слухам, такие же точные предсказания Немчин сделал и относительно следующих правителей России. Возможно, поэтому из Полоцкого архива книга загадочным образом исчезла. Сохранились только копии некоторых страниц. Они предсказывают правление коммунистов, Ленина, лежащего в хрустальном гробу, чудесное спасение двух царских детей и смерть принцессы Диана. В своих предсказаниях монах называл трех титанов, судьбоносных для России правителей. Первый из них Петр I. Второго титана Немчин пророчил на наши годы. И все кто будут рваться к власти разобьются о медвежьи голову и лапы, в коих воплотится дух предков российских. Монах предсказывал, что после второго титана в России будет преемник, который дважды сменит внешность. Павел Глоба долго изучал предсказания монаха и понял, что расшифрованные им откровения совпадают с прогнозами современных астрологов. Наконец-то Единая Россия у нас обрела живое воплощение своего символа. Наконец-то проявился человек, чья фамилия конкретно указывает на символ России. Но все это правители, которые являются предтечами одного великого человека, который должен прийти за ним, за ними. Откуда он придет? Он должен где-то, вы знаете, быть молодым человеком, который очень долго никто не будет обращать внимания. Но он его назвал всадником на белом коне. Это будет белый всадник, который в течение 10 лет будет связана совершенно уникальной победой нашей страны, России, которая вернет ей мировой статус. Человек высокого роста, которого он назвал всадником. Планеты и звезды предрекают нам большие перемены. экономические, социальные, политические. Кто-то говорит, что Титан, который сумеет вывести нашу страну в мировые лидеры, уже пришел. Но Александр Зараев с этим не согласен. По моим расчетам, вот преемник, который сейчас придет, он пробудет где-то около двух лет. Можно как угодно относиться к прогнозам астрологов. Их словам особого доверия, конечно, нет. Но ведь то же самое сегодня предсказывают и экономисты. А по этим прогнозам уже в этом году мир ожидает экономический кризис. Осенью возможны резкие падения валют. Опять же, это говорю не я. Почитайте любое экономическое издание. Психологи предрекают на фоне экономических потрясений вспышки агрессии и возникновения новых очагов военных конфликтов. Так что если господа астрологи и фантазируют, то их фантазии, согласитесь, ушли очень недалеко от истины. Мы можем ожидать либо появления новой азиатской валюты типа евро, а будет действительно вытеснение доллара с этого рынка. Об этом я, кстати, говорил еще три года тому назад о том, что где-то в 2005 году я говорил о том, что действительно 2008 это будет тот самый год, когда доллар будет вытесняться со многих рынков. Что касается катаклизмов, то пророки нашей эпохи уверены, в ближайшее время их количество будет лишь увеличиваться, из-за чего Сибирь превратится в новый ковчег. Исследователи уверены, что Сибирь вскоре станет не просто лучшим, а возможно единственным местом для жизни на земле. Спасение утопающих. Зачем американские нефтяные магнаты скупают Сибирь? Началась активная скупка земель на Алтае, которую проводит корпорация. Неизбежный исход. К чему тайно готовится правительство США? Есть сообщение о том, что в Америке строят возможно лагеря для беженцев. Америка под ударом, когда на западное полушарие обрушится разрушительный катаклизм. Одно из пророчеств Кейси говорит о больших изменениях, которые произойдут вдоль Атлантического побережья. Под воду сначала идут Нью-Йорк и Коннектику. Сибирь с каждым годом все больше и больше интересует иностранных граждан. Для освоения этих территорий США используют свое главное оружие доллар. Гектар за гектаром земли переходят к новым владельцам. Уже сейчас началась активная скупка земель на Алтае, которую проводит корпорация, которая так и называется Алтай-Сион, это динансирует израильский капитал для создания там целых поселений. Вот, ну и далее, конечно, идет скупка не только для заселения, не столько даже для соседей, сколько для сельскохозяйственного производства, для выращивания сельскохозяйственных продуктов и зерна. В частности, да. Официально в России продажа земель гражданам иностранных государств запрещена. Покупатели действуют через подставные фирмы, создают специальные паевые инвестиционные фонды и заключают сделки. Но почему иностранцы так активно стремятся сюда? Чем вдруг стала так привлекательна территория Западной Сибири? Едва ли не каждый рейс из Америки доставляет в города этого региона все новых и новых потенциальных сибиряков? Тех, кто уже сегодня решил застолбить себе место под солнцем? Ну вот я в самолете возвращался в Москву летел парень жара там 26-27 градусов было и вдруг смотрю парень в ушанке такой мехополь думаю что за чудак нет нормально оказывается это он летит изучать Сибирь знакомиться с Сибирью и нет чтобы эту шапку там куда-то в багаж он надел чтобы все видели что он едет в Сибирь но неужели кто-то в современном мире всерьез может претендовать на чужую территорию неужели США всерьез вынашивает планы покуситься на нашу Сибирь как это не странно но аналитики относятся к таким сценариям довольно спокойно во-первых о будущих войнах рассуждают сегодня многие например в США в специальных изданиях вовсю обсуждается возможная война с Китаем и тому надо сказать немало объективных причин а что касается нашей Сибири так ведь первый вопрос национализации исконно российской территории если кто не помнит подняла еще Маргарет Тэтчер озаботившись водными ресурсами Байкала которые по ее мнению должны принадлежать всему человечеству ну а теперь представьте если вдруг не дай бог какой-то из мировых держав действительно будет угрожать глобальный катаклиз тут уж точно будет не до сантиментов кто в шлюпку сел тот и спасся одно из пророчеств Кейси говорит о больших изменениях которые произойдут вдоль Атлантического побережья под воду сначала идут Нью-Йорк и Коннектикут и это будет только начало американский врач Эдгар Кейси прославившийся точностью своих прогнозов например предупреждал разломы земной коры произойдут во многих местах вначале на западном побережье Америки а затем уйдет под воду и северная часть Гренландии Эдгар Кейси был медиумом он погружался в особое бессознательное состояние и информация проходила через него когда он совершал свои предсказания о странах он говорил о них как о людях В штате Вирджиния в 1939 году Эдгар Кейси основал исследовательский институт он действует и сегодня сейчас здесь даже есть его музей все его прогнозы современные ученые подвергают тщательному анализу рассчитывают масштабы грядущей катастрофы здесь говорят чтобы прогнозы Кейси сбылись достаточно чтобы магнитные полюса Земли сдвинулись всего на один градус крупные города в США погибнут Сан-Франциско Лос-Анджелес Нью-Йорк будут разрушены Кейси говорил что у человечества может и не быть ни единого дня все произойдет очень быстро верить в эти прогнозы конечно не обязательно но история показала почему бы и нет доктор Кейсис прогнозировал две мировые войны назвав даты их начала и окончания напророчил экономический кризис 1929 года и даже описал в подробностях катастрофические события на финансовых биржах процент его попадания вот его прогноза в общем-то выше среднего так будем говорить уровня все Тихоокеанское и Атлантическое побережье Соединенных Штатов Канады и дальше и Южно будут затоплены это уже не предсказатели а ученые рассчитали а для Америки это катастрофа вдвойне втройне потому что самые мощные города Нью-Йорк Бостон там и так далее они как раз на побережье прогнозы американского врача действительно подтверждаются фактами в августе 2005 года в районе Багамских островов метеорологи зафиксировали зону формирования мощного циклона в считанные часы он набирает невероятную скорость 23 августа восточное побережье Соединенных Штатов Америки накрывает ураган которому был присвоен пятый самый высокий уровень опасности Катрина самый разрушительный ураган за всю историю Америки под воду ушли Новый Орлеан и Луизиана погибли около двух тысяч человек неужели предсказания Кейси уже начали осуществляться и Америка может быть затоплена в самое ближайшее время слова знаменитого провидца подтверждают исследования ученых разных стран общепризнанный факт мы живем в межледниковый период а это значит что потепление неизбежный процесс и действительно сложно не увидеть вот те процессы которые происходят сегодня даже горожанин в мегаполисе сталкивается с бархатной зимой или с ознойным летом в умеренной средней полосе России надо сказать что в Америке события последних лет цунами землетрясения многие воспринимают как сигнал к действию мало кто знает но в США давно существует целая программа на случай непредвиденных катаклизмов и подземные ангары строят на случай космической непогоды и продуктами запасаются даже банк земных семян и растений создали и спрятали подальше если вдруг на планете исчезнет все живое и это не фантастика а нормальный американский прагматизм я так понимаю есть сообщение о том что в Америке строят возможно лагеря для беженцев год назад была информация о том что журналисты обнаружили миллион пластиковых гробов американцы готовятся всерьез к этому вообще нужно сказать что у западной элиты есть одно очень хорошее качество это элита которая выкована последними двумястами тремястами лет они не просто планируют будущее они его создают осторожно земля в опасности когда начнется новый ледниковый период самый главный решающий удар был нанесен слю когда произошла эта катастрофа в Мексиканском заливе логическом загадочные предки существовала ли древняя Атлантида и где ее отыскать сегодня можно с уверенностью сказать что по крайней мере южная часть Скиклавских островов это была та самая Атлантида гибель атлантов кто погубил древнюю нацию как все цивилизации естественно их погубило стремление к власти к деньгам золоту поэтому там был проведен атомный взрыв земля опустилась и теперь на этом месте находится Атлантический океан Гренландия самый крупный арктический остров в мире внешне он похож на острозубую корону с ледяной шапкой этот лед возвышается на высоту до двух с половиной километров Гренландия не просто огромный ледяной запасник это настоящий завод по производству айсбергов именно этот остров по мнению некоторых ученых станет катализатором всемирной катастрофы видеодокументалист Владимир Зайцев вместе со знаменитым путешественником Федором Конюховым совершил несколько экспедиций в Гренландию сначала на легкой лодке Буэр они проплыли вдоль берегов а затем на собачьих упряжках переместились вглубь острова исследователи заметили льдов которые обычно скапливаются у северного побережья Гренландии практически не осталось мы шли по тундре по мху по лишайник по камням с этими своими упряжками хотя не так давно это все было покрыто льдом и мы шли по сути по ложу того ледника который совсем недавно здесь был сам ледник отступил и лучшего аргумента указывающего на то что ледники отступают лично мне и всем нашим участникам экспедиции представить было сложно необратимые изменения уже трансформировали облик некогда заледенелой Гренландии многовековая мерзлота похоже покидает эти земли ледник смещается а на его месте образовалось озеро наверное это и есть некое проявление того что ситуация ледовая ситуация в Арктике и в Гренландии в частности меняется и действительно повышение на какой-то там полградуса градус общей температуры усиливает ускоряет разрушение вот этого панциря Гренландии таяние айсбергов влияет на течение и уровень мирового океана даже такого небольшого в масштабах всей планеты объема достаточно чтобы привести к необратимым последствиям сегодня погоду на Атлантическом побережье определяет Гольфстрим если этот механизм даст сбой то перед тем как погрузиться в воду Северная Америка и часть Европы просто замерзнут самый главный решающий удар был в Несенске когда произошла эта катастрофа в Мексиканском заливе после этого началась констатация действительно реального похолодания и как пишут американские ученые как указывают американские ученые в ближайшие годы действительно климат и в Штатах и в Европе сильно изменится там наступит похолодание при котором возможно и проживание на этой территории будет невозможным получается что людям лучше покинуть Америку еще до того как ледники полностью растают и уровень мирового океана поднимется охладевший Гольфстрим принесет в новый свет невиданная холода и этот процесс уже начался ученые говорят что если мы на 2 градуса повысим среднюю температуру на атмосфере земли то это будет катастрофа катастрофа потому что вот при такой температуре начнется ну чуть ли не цепная реакция значит одно за другим ледники тают уровень поднимается тает вечная мерзлота на просторах наших тундр священные тексты мифы и многочисленные предания разных народов подробно описывают последнюю глобальную катастрофу всемирный потоп тогда целых народов уцелели лишь отдельные семьи но это была не первая трагедия на земле сохранились легенды о том что когда-то под воду ушли и целые континенты есть предания легенды что была прекрасная нация атлантида там жили прекрасные мужчины высокого роста очень красивые женщины они занимались йогой левитировали путешествовали в пространстве и во времени и как все цивилизации естественно их погубило стремление к власти к деньгам золоту поэтому там был проведен атомный взрыв земля опустилась и теперь на этом месте находится атлантический океан где же находилась мифическая и прекрасная атлантида современные исследователи считают атлантиду следует искать на острове тира сегодня можно с уверенностью сказать что по крайней мере южная часть кекласских островов это была та самая атлантида тира этот маленький остров вулканического происхождения был когда-то огромным и цветущим в центре его находился супервулкан Санторин а вокруг жили люди которые называли себя атлантами почему люди селятся в таких опасных местах как вулканический остров что касается Санторин то я думаю что ответ лежит на поверхности извержение Санторин не такие страшные как извержение других вулканов сильно он извергается раз в 10-12 тысяч лет плодородные землетиры покрытые вулканической пылью позволяли собирать огромные урожаи а стены кратера защищали от ветров и морских волн условия для жизни здесь были практически идеальны в Средиземном море мы можем наблюдать волны по 10 метров высотой а для древних людей было очень сложно строить укрытие поэтому я думаю они выбирали место где такой защитой выступала природа и Санторин при всех его особенностях являлся одной из лучших защит летом 1470 года до нашей эры супервулкан Санторин проснулся это было самое большое извержение за всю историю человечества все произошло буквально за несколько часов после взрыва жерло вулкана ушло под воду а на его месте образовалась гигантская воронка вулканический пепел поднялся в воздух и накрыл территорию в 200 тысяч километров казалось что все кончено вообще выживание во время извержения Санторин Санторин представляется очень сложным и почти невозможным причина заключается не только в том что выходят на поверхность вулканические массы но также в том что с неба падает горячая пемза пемза это небольшие кусочки вулканического камня который падает вниз и поэтому люди которые находились на Санторин они похоронены и даже если они не похоронены то они умерли из-за лавы пемзы и вулканических газов и тогда на земле наступила ядерная зима тучи пепла закрыли солнце на Египет и восточную часть средиземного моря опустилась тьма день превратился в вечную ночь это великое и трагическое событие нашло отражение в древних культурах именно в 1450 году в Египте фараон Эхнатон отменил старых богов и повелел поклоняться только солнечному диску Атону Ра солнцу которое скрылось за непроглядными клубами пепла и обрекло людей на голод и вымирание но и это было только начало вскоре последовало мощное цунами цунами разбило и уничтожило все корабли минойской цивилизации а также дома где они хранили все свои запасы и провизию потом цунами опять же разлилось по земле затопило землю таким образом они не только лишились всех своих запасов жилья но также и возможности как-то восстановить жизнь это ужасающая социальная трагедия в результате чего и исчезла минойская цивилизация или атланты этот уникальный артефакт называют фестский диск он был найден в 1908 году при раскопках древнего города Фест на южном побережье Крита глиняный круг диаметром около 16 сантиметров пролежал в земле почти 4000 лет поверхность артефакта испещрена символами значение которых непонятно он до сих пор не расшифрован предлагались различные варианты множество их вариантов было но расшифровать его пока не удалось и просто для ученых недостаточно материала письма если были бы еще какие-то тексты написанные этим же письмом возможно удалось бы расшифровать 259 пиктографических знаков покрывают обе стороны глиняного кружка это письменность народа который жил на Крите до появления там греческой культуры историки предполагают что остров Крит тоже входил в состав Атлантиды в 1900 году английский историк Артур Эванс обнаружил на Крите дворцовый комплекс царя Миноса Кносский дворец долгие годы считали что это и есть лабиринт где царь держал мифическое чудовище Минотавра там вообще лабиринтами не пахнет в этом дворце Кносо куда водят всех туристов которые ничего естественно не понимают тех вводят сюда и говорят вот это лабиринт он уходит ну какой там лабиринт ничего нет несколько лет группа Эрнста Молдашева пыталась разыскать настоящий лабиринт Минотавра или доказать что это всего лишь миф в 2008 году им наконец повезло один местный какой-то человек его все считают колдуном нам сказал лабиринт открылся оказывается лабиринт еще открывается и закрывается Минотавра лабиринт и что ищите то место которого боятся овцы и козы которых очень много на острове Крит на одном из горных склонов исследователи обнаружили оползень который открывал вход в подземные пещеры это склон горы такой очень крутой склон горы переходящий в обрыв и три как бы таких вот выброшенных изнутри три такие дыры они большие такие по много метров значит в трех местах и вот в эти три места нам удалось войти и что мы там увидели первое что мы увидели это огромные залы примерно 100 на 200 метров вот площадью один зал высотой около 10 метров колонны квадратные колонны где-то 5 метровые ну где-то 5 на 5 на 5 метров вот эти залы и кроме того извитые ходы которые идут вот вокруг вот этих залов и уходят не весть куда изучая лабиринт группа Эрнста Молдашева пришла к выводу греки не имели отношения к строительству лабиринта это циклопическое подземное сооружение было создано технически развитой цивилизации для определенных целей какова роль лабиринта вы знаете вот по грейским легендам там были мутанты минотавр с головой быка человеческим телом гекатанхейры там сто руки и много-много-много-много всего по версии Молдашева строители лабиринта Атланты имели непосредственное отношение к возникновению на земле мутантов это они занимались клонированием и генетическими экспериментами я думаю более ранние времена чем 13 тысяч лет тому назад земля и воистину была переполнена мутантами которых надо было уничтожить в противном случае баланс жизни и смерти на земле мог быть нарушен до сих пор колонны пол и потолок лабиринта покрывает странный сероватый налет похожий на пепел возможно лабиринт на Крите был фабрикой по уничтожению мутантов там были сделаны такие вот треугольные камеры для дематериализации легенды причем это как бы подтверждают для дематериализации вот как только мутанта одного приносили убивали и он дематериализовывался после этого вот этот он превращался в такой бестелесный шар этот бестелесный шар влетал в лабиринт и в лабиринт и проходил чистку но в него опять таки там же в лабиринте вводилась информация антимутантная потом он вылетал вылетал значит на поверхность земли и наводил болезни на мутантов то есть мутанты они уже погибали но по типу инфекции но энергетической инфекции вот такая антимутантная роль лабиринта была вот на наш взгляд великие знания Атлантиды будоражили умы человечества во все времена затонувший континент искали и древние греки и британская империя и лидеры третьего рейха возродить Атлантиду решили и отцы основатели Соединенных Штатов Америки ну дело в том что США они в общем-то и создавались даже как-то сказать сами эти колонии фактически как реализация идеи новой Атлантиды дело в том что первые колонии создавались выходцами из Англии это были диссиденты бежавшие католических властей на Англии это были протестанты удивительно но Америка созданная по образцу Атлантиды может повторить ее путь и погибнуть все дело в том что уничтожить Америку может не только всемирный потоп уже в ближайшее время может активизироваться один из самых мощных на планете супервулканов Елоустонский рвануть он может и завтрак как говорится рвануть он может быть и через тысячу лет потому что 630 или 631 тысяча лет для вулкана это ничто для нас это ощутимо тысячу лет поэтому можно нарвануть но если он рванет конечно тогда никто не успеет из Соединенных Штатов Америки сбежать как и из Европы Елоустонский вулкан или Елоустонская кальдера что в переводе с испанского означает котел на самом деле это огромная впадина которая образовалась после доисторического взрыва сегодня Елоустонский парк излюбленное место паломничества туристов со всего света сотни тысяч человек каждый год приезжают сюда полюбоваться долиной гейзеров но мало кто задумывается всерьез о том какая это пороховая бочка поистине планетарного масштаба под этим вулканом имеется так называемый хотспот горячая струя а над этой струей в мантии идет кора а американская плита движется к западу и вот этот хотспот он прожигает эту плиту и вот первое извержение там было примерно если мне память не изменяет 14-12 миллионов лет назад плита пошла дальше 10 миллионов лет назад еще пошла дальше 8 миллионов лет 6 миллионов 2 миллиона лет на качестве 660 американские геофизики и геологи установили что почва в районе Елоустонского парка начинает подниматься причем происходит это аномально быстро уже была зафиксирована череда небольших землетрясений а как известно обычно именно они становятся предвестниками всех извержений исследование старых извержений вот ну почти миллион лет тому назад оно показывало что облака пепла покрыли практически все Соединенные Штаты есть такие рисунки а что значит пепел вулканический это стекло вулканическое стекло когда магма разрывается газами образуются мельчайшие частицы стекла ну обсидиан мы знаем обсидиан то есть история может повториться если древний вулкан проснется Америка в одночасье снова окажется похоронена под слоем вулканического пепла если ветры будут западные то центральная и восточная часть Америки наиболее населенная накроется этим пеплом пепловой тучей если это будет так же вот как был как нарисовали сами американцы разнос вот этого пеплового облака там в их большой такой работе есть там есть разные рисунки но вот последний вот такой а до этого разнос был в другие стороны они рисовали то есть это опасное явление такое такой вулкан такого типа ялоустонский вулкан один из самых опасных на планете земля его магма на языке сейсмологов кислая то есть содержит большое количество оксида серебра после его извержения шансов на спасение не останется ни у кого вот там не может быть спокойного излияния там именно взрывы идут так же как везуи вот возьмите там же не было практически лавых вот потоков а помпеи были засыпаны типа пемзы были такие шарики лапиллин называются 4 метра было этих шариков они погребли город а геркуланом рядом он был завален грязекаменной лавиной холодной называется лахар повлиять на этот процесс никакими современными видами оружия ни Америка ни любая другая страна не в силах ученые считают на Земле уже началось новое движение континентов та катастрофа о которой идет речь есть результат обычной циклической перестройки планеты Земля которая происходит раз в 11,5-12 тысяч лет вот такая перестройка началась в самом начале 20 века и закончится в 30-е годы 22 активная фаза 1999-2034 для ученых уже давно не секрет что когда-то на Земле существовал один гигантский материн затем тектонические плиты расползлись по разным полушариям неужели грядет новый глобальный передел Земли плита движется почему? потому что Северная Америка отодвигается от Европы Атлантика расширяется это скорость 6 примерно сантиметров в год и она идет все время и это фиксируется любыми геодезическими данными спутниковыми гпс там нуэльт и другие это все доказано от такого смещения тектонических плит пострадают в первую очередь территории расположенные на их разломах точнее они уже ощущают на себе постоянные колебания именно на таком разломе в 2005 году произошло мощнейшее землетрясение в Конго на африканском континенте следующий может стать Америка существуют ассоциации которые изучают неоднородность движения земли но если по-человечески говорить мы с вами сидим в телеге и когда мы запрягаем коня вороного у нас происходит движение в обратную сторону тех же самых чемоданов которые на телеге загружены и когда мы тормозим в обратную сторону это происходит постоянно с нашей землей вот эти плиты они двигаются ученые утверждают что тектоническая карта земли возможно уже в нашем тысячелетии будет существенно меняться появятся новые моря и океаны материки и острова и только один участок на нашей планете останется неизменным это наша Сибирь только сибирская плата не будет менять своего местоположения как сильно бы не трясло нашу планету именно поэтому нашу Сибирь сейсмологи считают самым безопасным местом на земле районы где имеет место стык плит тектонических плит континентальных плит океанических плит они будут зонами наиболее опасными с точки зрения вулканической деятельности и землетрясений вот с этой точки зрения да западная Сибирь является зоной где может обеспечить свое существование относительно безопасно населения поскольку она расположена на как раз практически неделимой на постоянной на единой вот этой самой континентальной плите неужели Сибирь действительно станет новым ковчегом спасения человечества неужели в случае мирового катаклизма самой безопасной окажется именно эта земля ученые уверены да ведь здесь можно выжить используя богатейшие ресурсы этой земли даже когда растают льды северо-ледовитого океана ну часть будет только затоплена самый север Сибири а остальные территории от Урала до Дальнего Востока конечно наиболее благоприятное положение будет но это приносит определенную опасность конечно уже для России сибирские просторы уже давно не дают покоя западу и желающих спастись в этом новом ковчеге может оказаться слишком много эти элиты они страны в первую очередь конечно смотрят туда где жизнь предполагается будет более надежной и гарантированной то есть в западную Сибирь и поэтому принимаются все меры к тому что туда проникнут эта земля сказочно богата здесь есть нефть газ золото алмазы уран именно поэтому интерес к российским землям у запада как говорится в крови и открыто запад проявил его впервые еще в 19 веке мало кто сегодня помнит о том что еще в 1884 году на берлинской международной конференции была принята любопытная резолюция согласно этому документу страна которая сама не может использовать свои ресурсы в обязательном порядке должна передавать это право более развитым соседям вы чувствуете как давно дует этот ветер перемен прикрыто это было якобы тем что это речь идет об Африке но про Африку никто бы тогда и говорить не стал Африку бы нагнули и никто не спросил это была черная метка России в расчете на то что молодой царь Александр Третий сморгнет а он не сморгнул и с Россией тогда стали действовать по другому с помощью витты ее посадили на иглу на золотую иглу и начали выкачивать средства но накануне грядущей катастрофы из неиссякаемого источника ресурсов Сибирь превратилась в единственный берег надежды на котором можно будет спастись от гибели тот кто завоюет эту территорию в награду получит весь мир ведь неизвестно останется ли кто-то в живых на остальных континентах земли после глобальной катастрофы огромное количество сейчас исследований посвященных нарастанию этой катастрофы показывает что это реальная вещь и практически все правительства мира к этому готовятся отсюда такой резко усилившийся интерес к Сибири ну и наконец есть еще одна один аспект у американского спецназа есть поговорка если ты выглядишь как еда значит тебя обязательно сожрут Россия представляется сейчас западу слабой страной но эта слабость продлится недолго уверены исследователи ведь об этом говорили многие пророки одна только ванга несколько раз предсказывала величие России даже утверждала что в будущем Болгария войдет в состав возрожденного союза а самый известный прогноз записан еще в 1979 году все растает словно лед только одно останется нетронутым слава Владимира слава России слишком много принесено в жертву никто не сможет остановить Россию все сметет она со своего пути и не только сохранится но и станет властелином мира любое упоминание об этом предсказании тогда было под запретом боялись что слово Россия вместо Советский Союз пророчит распад Союза и еще одна загадочная фраза слава Владимира о ком говорила ванга почти 20 лет назад Павел Свиридов уверен что эта фраза связана с современной ситуацией эпоха Путина будет продолжаться еще минимум 5 лет Россия находится на подъеме и то кульминация этого подъема ближайшего приходится на 2025 год именно к этому году Россия станет свободной рыночно ориентированной демократической страной уже перед самой смертью тяжело больная ванга сделала свое последнее пророчество для нашей страны очертила руками большой круг и сказала Россия вновь станет великой империей прежде всего империей духа многие современные исследователи уверены что даже если человечеству суждено пережить какую-то глобальную катастрофу люди не исчезнут совсем зато сильно изменятся им станут подвластны телепатия и телекинез глобальны глобальные катаклизмы тысячелетия каким будет новый мир я думаю что рано или поздно наступит предел техническому развитию думаю что человечество направит взгляды внутрь себя начнет изучать и развивать свои способности а не технику познай себя как стать гениальным обычный человек использует все 3% головного мозга вы представьте какие у нас ресурсы резервы смена эпох что принесет человечеству новая эра водолея меняется работа солнца меняется вот скоро мы увидим что будет измененная работа луны для нашей жизни это уже 2020-2030 год мы увидим люди увидят как работа всех планет солнечной системы изменится это сеанс телекинеза советский парапсихолог Нинель Кулагина того что он очень мал по размерам его вес не превышает нескольких микрограмм и достаточно глубоко расположен он самым последним подвергся прицельному изучению и исследованию долгое время действительно эта железа оставалась малоизуточной поэтому загадочной по мнению специалистов с помощью эпифиза люди могут не только передвигать предметы но и читать мысли на расстоянии и даже предвидеть будущее поэтому неофициально эту зону мозга называют третьим глазом можно отчасти считать эпифиз третьим глазом хотя бесспорно никакого способности видеть так как это делают наши правый и левый глаз эпифиз не имеет последние медицинские исследования показали зарождение этого таинственного участка головного мозга происходит уже на втором месяце после зачатия и лишь недавно ученые пришли к выводу что он даже по своему внешнему строению напоминает классический глаз с фоторецепторами и нервными клетками так вот он какой глаз ясновидения и мало того он еще так сказать на некой ножке такой связан с нервами и формируется уже некое подобие третьего глаза реальная сфера с хрусталиком с нервными окончаниями даже есть некие прообразы колбочек некоторых так сказать светочислительных элементов которые существуют у нас в глазу в реальном глазу уже у родившегося малыша третий глаз опускается вниз а когда человек взрослеет эпифиз перестает развиваться и способности мозга к телепатии и телекинезу затухают но не исчезают совсем недавно ученые заметили что эта маленькая железа весом меньше полуграмма двигается и реагирует на свет а значит третий глаз работает надо его только разбудить мы приходим к выводу что эти способности в принципе присущи каждому человеку и они проявляются как свойства сознания у некоторых они могут проявиться случайным образом некоторых экстремальных условиях у других они проявляются с детства и в дальнейшем человеками обладающие обнаруживают что он немножко не такой как все последние исследования ученых доказали что не только человек является счастливым обладателем внутреннего глаза он есть почти у всех живых существ именно благодаря эпифизу животные могут предчувствовать беду и лечить сами себя ученые утверждают что на заре эволюции человек тоже обладал такими возможностями развиться такая способность у наших предков могла из-за несовершенства среды обитания чтобы выжить они должны были предвидеть опасность но в процессе эволюции это качество притупилось сегодня лишь единицам удается разбудить способности подаренные нам природой но исследователи уверены после того как человечеству придется пережить какую-то глобальную катастрофу эпифиз проснется ведь это закон природы и если его нарушить человечеству просто не жить а как вы думаете выживал древний человек без дара предчувствия без обостренного чутья к катастрофам наши предки обитали во враждебной среде в которой на каждом шагу были опасности без дара предчувствия или сверхчувства из пещеры нельзя было даже высовываться я думаю что после каких-то глобальных и довольно масштабных потрясений у человека снова появится обостренное чутье это просто закон природы что такое возможно доказывали сотни людей и один из них монах Даши Доржой Тигелов в начале 20 века он прославился среди русских буддистов как человек обладающий невероятными способностями он умел лечить людей от смертельных болезней читать мысли и предсказывать будущее за это в 1911 году монаха Тигелов получил должность главы русских буддистов и высший титул хамба лама у него было пять индийских пять тибетских жизней две бурятских и как бы из жизни в жизнь он делал благие дела и только этим он достигал этого состояния и есть его послание в котором он говорит что самое важное в жизни это делать 10 благих деяний в 1927 году лама ушел из жизни оставив завещание извлечь его из могилы ровно через 75 лет 10 сентября 2002 года его волю исполнили бурятские буддисты подняли из могилы кедровый короб в котором был похоронен монах открыв его они были просто шокированы как и 75 лет назад лама Тигелов сидел в позе лотоса мало того у него не истлела не только одежда но и тело но с уши и глаза все сохранилось а кожа была мягкая как у живого человека то есть три состояния тела после смерти вот первое состояние это мумии когда тело высыхает второе состояние торфяное дублини когда тело становится таким красным и третье состояние состояние жировозки или мыла вот в таком состоянии находится тело доктора Боткина а такого состояния как ухом была мы и Тигелова никогда нигде не было описано ну вот сейчас прошло более 6 лет мы до сих пор не получили ни одной такой информации которая подтверждала что где-то кто-то когда-то находился в таком состоянии уже на следующий день из российского центра судебно-медицинской экспертизы для исследования бурятского чуда приехала научная делегация чтобы выяснить почему тело монаха так хорошо сохранилось ученые провели несколько десятков анализов они исследовали структуру волос кожи, ногтей и провели инфракрасную спектрометрию тела исследования показали невероятные результаты лама и Тигелов жив он дышит двигается и даже потеет очень сильно потеет на самом деле мы несколько раз просто вытираем это крупные капли которые текут одежда мокрая потеет лама во время крупных богослужений он участвует в них пять раз в год в великие буддистские праздники на такие службы съезжаются паломники со всего мира они едут в Бурятию чтобы поклониться воскресшему монаху по их рассказам на этих службах и Тигелов как будто оживает у него шевелятся губы как во время молитвы а иногда даже приоткрываются глаза у него периодически меняется цвет лица меняется выражение лица приоткрывается или закрываются рот приоткрывается чуть-чуть приоткрывается закрывается глаза такое ощущение что человек двигается каким-то образом реагирует на те события которые происходят вокруг него по мнению ученых лама и Тигелов впал в анабиоз это что-то вроде глубокого сна на это способны только микробы чтобы спасти свой вид они как бы засыпают замедляя работу своего организма так они переживают сильные морозы жару высокое давление и радиацию человек делать этого не умеет просто потому что его организм состоит из сотни тысяч клеток и замедлить их работу одновременно невозможно но тогда как это сумел сделать лама и Тигелов и как ему удалось впасть в анабиоз по собственному желанию ведь согласно документам которые сохранились у буддистов лама умер именно в тот день который выбрал сам 15 июня 1927 года он собрал всех своих учеников и объявил сегодня он уйдет из жизни после этого лама попросил их прочесть молитву усопших которые в буддизме провожают человека в мир иной на последних словах лама впал в глубокий транс человек мыслим смог воздействовать на материальный объект это наверное уже абсолютно установлены научные факты потому что то что произошло еще раз повторюсь произошло по заранее намеченному плану справедливости ради надо сказать что критики божественного происхождения ламы полагают что его удивительная сохранность не более чем искусный способ бальзамирования он мертв просто тело очень хорошо сохранилось другие ученые считают напротив что это лама сам себя законсервировал а значит когда-нибудь он обязательно проснется и произойдет это в тот день на который он сам себя и запрограммировал понять как он это сделал сегодня пытаются сотни ученых со всего мира и вот недавно в этих исследованиях появились первые результаты по мнению ученых чтобы запрограммировать себя так же как это сделал лама нужно научиться контролировать особый отдел мозга отвечающий за работу всего организма гипоталамус он как известно отвечает за чистоту пульса работу сердца дыхание и диктует нашему организму что делать в данную секунду если ученые научатся управлять этим участком мозга перед человечеством откроются поистине сказочные перспективы как и лама и тигелов человек будет заранее приказывать своему организму когда заснуть и когда проснуться он запрограммирует конкретный год день и даже час пробуждения к примеру впав в анабиоз в 21 веке человек сможет очнуться в 25 и увидеть мир будущего с роботами летающими машинами и самоуправляемой техникой он сможет познакомиться со своими потомками в третьем и даже в четвертом поколении человека вполне живого и здорового сейчас можно подготовить заморозить и в будущем оживить такими удивительными способностями по версии некоторых ученых будут обладать все но только для этого человечеству сначала придется пережить страшную катастрофу после которой мир изменится до неузнаваемости а вместе с ним и человек если конечно кто-то выживет человек после глобального катаклизма может снова вернуться на пещерный уровень а может напротив приобрести новые способности которые сегодня кажутся поистине сверхъестественными я думаю что рано или поздно наступит предел техническому развитию думаю что человечество направит взгляды внутрь себя начнет изучать и развивать свои способности а не технику только для этого должен случиться какой-то толчок наверное какая-нибудь масштабная катастрофа надо сказать что лепить из обычных людей волшебников одаренных сверхъестественными способностями пытались во все времена и в первую очередь как выясняется этим занимались военные к рассказам о том что якобы в недрах секретных подразделений из обычных офицеров советской армии пытались делать суперсолдат экстрасенсов обладающих сверхчеловеческими способностями можно относиться как к гвайкам но как тогда относиться вот к этим кадрам которые до недавнего времени были засекречены молодые офицеры колдуют над картами в прямом смысле этого слова генерал-лейтенант Цавин который нам рассказывал об этих невероятных опытах утверждает что умение читать чужие мысли и считывать секретную информацию задача не такая уж и сложная и доступна она любому психически здоровому человеку впрочем пусть лучше генерал эти слова скажет сам в принципе вот этот дар мы даем абсолютно любому человеку или же принес справка психиатра что он психически здоров остальное все это дело нашей техники холодная война еще в 50-е годы перевела российско-американское противостояние и в область психиатрологии предполагалось что ставка со временем будет делаться не на глубоко законспирированных шпионов а на операторов экстрасенсов им не нужно было покидать страну и рисковать жизнью задача подчиненных генерала Савина как он сам говорит заключалась в том чтобы научиться получать информацию на расстоянии это определение местоположения объектов скрытых объектов вероятного противника это определение их состояния допустим заправлен самолет стратегически или не заправлен подвешен оружие или не подвешен макет это или это реальная какая-то ракета начали сотрудники секретного научно-исследовательского центра Минобороны с того что проанализировали все мировые практики связанные с ясновидением и парапсихологией соединили полученный опыт с достижениями психиатрии получилась картина довольно неожиданная обычный человек использует всего 3% головного мозга вы представьте какие у нас ресурсы резервы заложены к нам от природы ведь зачем-то нам это дано вообще-то а мы этим не пользуемся военными учеными были выделены несколько методик активации мозговой деятельности человека учли и опыт военных США которые широко использовали ясновидящих в решении разведывательных задач правда ни одну из методик нельзя было принять на вооружение все давали погрешность тогда была поставлена задача создавать специальную школу свой метод мы как военные люди были настроены практически на стопроцентную достоверность мы не можем прогнозировать мы не можем оценить ситуации вообще нам нужны были очень точные оценки задачи были поставлены амбициозные и на взгляд нормального человека абсолютно невыполнимые научиться считывать данные о вооружении местоположение и численность войск а самое главное проникать в замысел противника но самый высокий уровень предполагал не только получение информации о личности но и манипуляции сознанием иностранных лидеров тех от кого зависит принятие стратегически важных решений к признаниям генерала Савина можно относиться по-разному но сам генерал утверждает и такие задачи его подчиненным были по плечу здесь же добираемся до таких данных до такого уровня проникновения в человека что можно либо вербовать либо использовать сильные и слабые качества для осуществления манипуляции различного толка и тут следующее направление первое цель указания второе это определение характеристик руководства вероятного противника и третье это общая оценка обстановкой ну как бы замысел планов противника определение направления удара определение их реакции на наше воздействие и так далее по словам генерала Савина сегодня все разведки мира в обстановке строгой секретности продолжают активное изыскание в области психотехнологии но российская исследовательская база созданная ведущими учеными страны по его словам по прежнему всех опережает и работа не остановлена она вышла на совершенно другой уровень того чтобы сохранялось наше лидирующее положение мы конечно продолжаем работать уже не только в интересах военных структур или других силовиков это не только развитие метода это не только отрыв от американцев но это и изменение мировоззрения человека человек становится более сильным внутри человек становится лучше по нашим человеческим качествам и меркам военные ученые по словам генерала савина используют в своей работе не только передовые достижения в области психиатрии и психотехнологии не списывают они со счетов и классическую астрологию ежегодно в день весеннего равноденствия солнце встает на участке неба в котором расположено одно из созвездий зодиака из-за сложного вращения земли эта точка восхода солнца постепенно смещается еле заметный для людей космический процесс на самом деле означает смену эпох в развитии цивилизации сейчас дневное светило покидает созвездие рыб и мы вступаем в эру водолея переходный период начался в 1930 году именно тогда так сказать были открыты многие законы которые так сильно повлияют повлияют на нашу цивилизацию сам переход длится 72 года и поэтому в 2002 уже началась эпоха водолея будет она продолжаться 2140 лет а эпоха рыб которая также соответственно 2160 лет она закончилась вот как раз на этом рубеже по мнению астрологов смена эпох означает трансформацию общества энергии водолея несут развитие информационных технологий научный прорыв и устремления к духовным ценностям в той эпохе в прошлой эпохе между людьми были какие чувства зависть корысть преступления зло лицемерие а в этой эпохе эпохи водолея между людьми наступит единение единение на основе любви гармонии сотрудничества и терпимости друг к другу именно под упомянутыми двумя созвездиями находится Россия энергетика медлительных приземленных рыб и интеллектуальная мощь водолея вместе дают шанс уравновесить мир в эпоху перемен Россия будет подниматься медленно с колен или с того уровня который он оказался опущен расцвет Россия будет продолжаться в период с 13-го года до 25-й год в этот период он должен показать сможет ли Россия а это тоже большой знак вопроса все-таки найти в себе силы вот новые поколения России найти в себе силы и переломить ситуацию застоя и дать возможность как бы выполнить этносу России свои космические задачи профессор Лазарев расшифровавший послание Нострадамуса считает в средневековых стихах зашифровано предупреждение о глобальном земном катаклизме смена магнитных полюсов смещение материков Земли затопление одних земель и возвышение других происходит видимо регулярно причина космические процессы и действительно сегодня магнитное поле Земли слабеет полюса сдвигаются на солнце нет вспышек и пятен и астрономы не знают сколько продлится затишье перед бурей меняется работа солнца меняется вот скоро мы увидим что будет измененная работа луны более того ближайшие годы это буквально ближайшие при нашем при нашей жизни это уже 2020 2030 год мы увидим люди увидят как работа всех планет солнечной системы изменится то есть в том событии которое называется перемещение материков участие примут все планеты солнечной системы то есть вся солнечная система в предсказаниях нострадамуса Александр Лазарев нашел объяснение происходящему человечество должно пройти через эти испытания чтобы стать мудрее и опытнее и сейчас мы более готовы к этому чем несколько веков назад транспорт медицина система связи уменьшит последствия природных катастроф и знания о том что это случится его 500 лет назад кто-то вложил в уста французского прорицателя нам даны были огромные знания огромные возможности по сути дела технологически за весь 20 век человек соподготовился к тому что будет там уже идет накопление чистой энергии она защитит эту землю от разрушающего действия природных и энергетических катаклизмов по древним преданиям в Омской области на дне одного из знаменитых пяти озер спрятано величайшее сокровище человечества магический кристалл Эдер Кейси он с кристаллами очень любил работать потому что он просто держа их в руках он говорил 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 вот он мог рассказывать часами там например про Атлантиду тоже где она затонула когда там держа в руках какой-то кусок кварца например эти озера действительно необычны Шайтан озеро Ленево Данилово Потаенное Щучье озеро Данилово озеро идеальной круглой формы оно образовалось в результате падения крупного метеорита по оценкам экспертов диаметр этого небесного тела мог быть не менее семидесяти метров но самая главная загадка скрыта на дне Шайтан озера в одном из них в Шайтан озере находится некий великий кристалл кристалл который может быть ассоциативный кристалл многие представляют его реальным кристаллом гигантским на дне озера тем более что многие считают что озеро это имеет несколько уровней дна но как бы бездонно и по ночам и днем можно увидеть свечение этого великого кристалла на дне многие увидят это свечение сегодня в район Акунева настоящее паломничество ищущие духовного просветления приезжают со всего мира считается что вода из пяти озер целебна а вокруг происходят чудеса доберутся кристалла кристалла Продолжение следует...